Библейский портал экзегет.ру представляет 46 глава книги Иисуса Сына Серахова. Я читаю перевод традиционно-синодальный для библейского портала экзегет. Ну и вот этот 46 уже наш случай встречи с книгой, он посвящен героям веры, которые были. И вообще эта часть книги, она немножко похожа на послание к евреям. Там тоже есть в конце перечень, но гораздо более краткий. Те, кто прославил Бога в своей жизни, те, кто явил образ веры. Здесь этот перечень подлиннее, чем послание к евреям. И отмечаются какие-то отдельные жизни. Про каждого рассказано что-то свое. В предыдущем мы читали о первосвященнике Ароне, первосвященнике Финесе, довольно подробно об Ароне особенно. О пророке Моисея. Теперь пошли те, кто возглавлял народ. Силен был в браних Иисус Новин и был преемником Моисея в пророчествах. Но Иисус Новин — это целая книга Иисуса Новина. Это вторжение в Ханаан, завоевание Ханаана. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных божьих. Потому что имя Иисус, Ялышуа по-еврейски, это означает спасение Господня. Когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его, как он прославился, когда поднял руки свои простер меч на города? То есть завоевание ханаанских городов. Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни. Соответственно, брани Господни — это войны во имя Господа. «Неволе рукой установлено было солнце, один день был как бы два». Идет речь про сражение в долине Айлонской, когда, как описывают эти тексты книги Иисуса Новина, остановилось солнце над этой самой долиной, пока израильтяне наносили окончательное поражение своим врагам. «Он возвал ко Всевышнему владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Камнями града с могущественной силой бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы». История про то, как некие камни с неба падали, соответственно, на врагов. «Дабы язычники познали все оружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за всемогущим». То есть Иисус Новин — это лишь воин Господа, а не некий самостоятельный герой, который всех победил, потому что он такой сильный. «Во дни Моисеи он оказал благодеяния, он и Халев, сына Ифонии, тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот. И только двое, они из 600 тысяч путешествовавших, были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю, текущую молоком и медом». То есть он и Халев — это два человека, которые сообщили правду после вылазки в землю обетованную, в Ханаан, и, соответственно, остальные солгали для того, чтобы не воевать, для того, чтобы укрыться от опасности. И он был ближайшим сподвижником Моисея. «И дал Господь Халеву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семья его получила наследие, дабы видели все сына Израилева, что благо следовать Господу». Вот эта награда, которая им достается, это не просто их личная награда, но это некая демонстрация для всех израильтян. «Также и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось, и которые не отвращались от Господа, да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего, имя их да придет к сынам их прославление их». Судьи здесь все вообще, но один выделен особо, это, конечно, Самуил. «Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господний, учредил царство и помазал царей народа своему. Он первого царя Саула и Давида второго царя помазал на царство. Он судил народ по закону Господне, и Господь презирал на Иакова, на израильский народ. По вере своей он был истинным пророком, и в словах его доздано верность видения». То есть обнаружено, что видел он верно, а не просто ему что-то казалось. «Он возвал ко всемогущему Господу, когда отовсюду теснили его враги и принес жертву молодого агнца. Господь возгремел с неба и в сильном шуме слышным сделал голос свой». Это все про пророка Самуила, соответственно, его молитва даровала победу. «Истребил вождей тирских и всех князей филистимских». Ну, не так, чтобы совсем истребил, но, по крайней мере, они были побеждены. «Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовал пред Господом и помазанником его. Имущество, ни даже обуви, я не брал ни от кого, и никто не укорил его. Не было коррупции. Он пользовался своей властью не для того, чтобы приобрести богатство». И это отдельно оговорено, да, то есть такое нечасто бывало. «Он пророчествовал и по смерти своей, предсказал царю смерть его». Но это идет речь про то, как царь Саул в Эндоре через волшебницу некую вызвал дух Самуила. Много, кстати, вопросов. Неужели действительно Самуил послушался волшебницы и приходил по ее призыву? Но вот Иисус, сын Сирахов, считает, что да, так и было. «И предсказал царю, то есть Саула, смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, чтобы законный народ истребиться». То есть, оказывается, даже вот в таком внешне очень неблагочестивом, скандальном происшествии волшебница выводит из земли дух Самуила, тем не менее прозвучало истинное пророчество. Ну, и так мы подходим к праведным царям Давиду и Соломону. У них следующая глава. Продолжение следует...